МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Москве состоялась встреча делового клуба Ассамблея народов Евразии. Почетные гости и участники объединения обсудили за круглым столом взаимодействие бизнеса и власти, новые технологии и инвестиции. Организовал мероприятие московский клуб Мосбизнес. Его председатель Елена Семкина выступила модератором дискуссии. Сегодня у нас будут выступать спикеры, гости, которые специально приехали из других городов. Они поделятся своим опытом, расскажут о возможностях бизнеса, каким образом продвигать свой бизнес. И самое главное, что эти люди хотят сотрудничать с нами, с Мосбизнесом при Ассамблее народов Евразии. И вместе мы будем двигаться вперед на благо нашей Родины. Спикеры представили свои организации и их возможности, обсудили роль ассоциаций в защите и продвижении интересов предпринимателей в федеральных, региональных и муниципальных органах власти. А также поговорили об антикризисном управлении бизнесом в современных реалиях. Бизнес, конечно, после пандемии, он пришел в упадническое состояние. Но наши партнеры, они идут вперед, двигаются, находят решения и продолжают взаимодействовать. Поэтому мы оказываем им и моральную поддержку, и помогаем именно найти партнеров и не только в России, но и в других странах. И, конечно, благодаря нашему руководству и административному ресурсу эти процессы начинают потихонечку работать. В будущем, через год у нас будут другие результаты. Мосбизнес вошел в структуру Ассамблеи народов Евразии в декабре 2020 года. За время существования этого союза предпринимателям была оказана помощь в челюготном кредитовании, поиске рентабельных помещений, а также в налаживании деловых контактов. И состоявшийся круглый стол в первую очередь интересен с точки зрения взаимодействия. Я считаю, что те люди, которые здесь присутствуют, они особо заинтересованы в проведении в дальнейшем Ассамблеи Евразии таких конференций, потому что те насущные вопросы мы не всегда можем порешать публично. Присутствовав на таких конференциях, они сближают людей. То есть можно подойти, пообщаться, задать вопросы, именно свои насущные. Мы здесь озвучиваем как бы вершину, что мы можем, что мы видим. А конкретно детали уже обсуждаются индивидуально между двумя партнерами, которые находятся на этой площадке. Потому что здесь вот такие вот именно вопросы, которые поднимаются, они особенно интересны и для бизнеса, но и в целом для России. Заместитель генерального секретаря Ассамблеи народов Евразии Михаил Федоров отметил, что на каждое большое мероприятие Ассамблея приглашает людей бизнеса, науки, образования, представителей институтов гражданского общества и, конечно, власти. И такое единение сообщества с бизнесом всегда актуально. Мы сегодня говорим о проектах, которые интересны бизнес-сообществу. И важна, конечно, для их реализации вот такая связь. Связь бизнеса с властью, чтобы на уровне законодательной, на уровне тех инструкций и так далее, то, что принимается на уровне правительства, оно соответствовало и стимулировало развитие бизнеса. И в этой части я должен сказать, что одним из основных проектов, который сегодня обсуждался, это проведение глобального продовольственного форума. У Ассамблеи народов Евразии этот проект сегодня в развитии. Это начало большого пути. На саммите ООН будут подняты вопросы климатических изменений, влияния производства на экологию. Главной темой для обсуждения станет реформирование продовольственных систем, которое должно пойти на пользу людям и планете и помочь в достижении целей в области устойчивого развития. По мнению Михаила Федорова, прийти к этому можно только объединив усилия, что вполне созвучно с идеологией Ассамблеи народов Евразии. Естественно, мы заинтересованы в том, чтобы эта тема получила дальнейшее развитие. А это значит формирование инфраструктуры, это формирование плана подготовки следующего глобального продовольственного форума 20-21 сейчас, дальше 20-22-23, но минимум до 30-го года, раз мы собираемся к 30-му году обеспечить достижение всех 17 целей устойчивого развития. Такие процессы не могут обходиться без информационной поддержки. О достижении крупных целей и продвижении с помощью медиа на встрече рассказал генеральный директор телеканала из сайта «Большая Азия» Александр Лебедев. Бывают мероприятия, и у этих мероприятий бывает информационное сопровождение. То есть ключевым является само мероприятие, а информационное сопровождение – это прилагательное. Но мы с Ассамблеей народов Евразии хотим перейти к тому, чтобы информационная деятельность являлась самим мероприятием. Особенно сегодня, когда мы год пандемии пережили очень сложно, и большинство конференций ушли в ЗОМ, когда люди стали работать дистанционно, когда изменились форматы общения. Значимость средств массовой информации увеличилась. И, как ни странно, все социологические опросы показывают, что доверие к средствам массовой информации, классическим средствам массовой информации, не тоже увеличилось. И вот использование нашей площадки для продвижения проектов, больших международных проектов, в том числе и азиатских проектов, мне кажется, это очень интересное и полезное дело, которое мы вместе делаем и будем делать. В заседании делового клуба приняли участие владельцы компаний, транслирующих инновационные подходы и прогрессивные методы в продвижении, трансформации и общении. Сегодня предприятиям приходится совершать больше усилий, чем когда-либо, чтобы оставаться актуальными и востребованными. В такие моменты крайне важна поддержка. Сотрудничество Мосбизнеса и Ассамблеи народов Евразии уже показало первые результаты. В дальнейших планах – расширение сети партнеров и укрепление экономических связей России. Ксения Антипова, Екатерина Галаган, Максим Лужанский. Новости Большой Азии. Все новости Большой Азии смотрите и читайте на нашем сайте. Субтитры создавал DimaTorzok